Итак, третий факт о никотине и о курении. В общем, это то, что курение провоцирует развитие рака. Употребление табака, по официальным данным статистики, этот факт я взяла со страницы Всемирной Организации Здравоохранения, является самым значительным фактором риска развития рака, видимо здесь имеется в виду в принципе злокачественное новообразование, но упрощенно пишется рак, на который приходится почти 22% глобальных случаев смерти от рака. То есть, вы понимаете, от пятой части до четверти всех тех, кто гибнет от рака, гибнут преимущественно из-за того, что они курят. Мне кажется, это ужасные цифры, огромные, особенно в пересчете на многомиллиардное население нашей планеты, и я думаю, что этому стоит уделить время. Ну, про никотин мы с вами уже знаем. Мы познакомились с этим слайдом уже в прошлой части моей лекции и увидели, что никотин, можно сказать, делает все возможное для того, чтобы стимулировать рост опухоли, обезопасить ее от уничтожения, способствовать ее метастазированию. В общем, никотин лучший друг опухоли и худший наш друг, в общем. Конечно, чаще всего говорят именно об опухолях легочной системы, дыхательной системы, потому что, ну, мы же вдыхаем дым, и, соответственно, эта система по логике должна поражаться больше всего. В целом, это так, хотя, конечно, никотин, во-первых, способствует развитию всех видов рака, а во-вторых, я хочу вам для небольшого такого развлечения и отвлечения рассказать ужасную историю, которая, собственно, является, во-первых, правдивой, во-вторых, имеет отношение ко всем нам, потому что у всех у нас есть родственники, и пожилые родственники, и, боюсь, что курящие родственники есть практически у каждого из нас, хотя, надеюсь, что нет. Но это та самая история, которая в конечном итоге стимулировала меня к тому, чтобы писать эту лекцию. Как вы знаете, как я уже сказала, я учусь, заканчиваю сейчас уже четвёртый курс факультета фундаментальной медицины, и у нас некоторые занятия проходят в больницах. В хороших больницах, я не буду говорить, в какой конкретной больнице произошла эта история, но вы можете мне поверить, что это одна из, на мой взгляд, и по мнению многих других моих знакомых, одна из лучших больниц в Москве, где работают хорошие врачи, стараются хорошо выполнять свою работу и всё такое прочее. Мы присутствовали на операции, в ходе которой удалялась злокачественная опухоль мчевого пузыря. Я не помню точно, что это было, может быть, переход на клеточный рак, или, может быть, аденокарцинома. Я не помню, честное слово, но самое главное то, что врач, когда рассказывал нам об этом пациенте, естественно, он не сообщал никакие там личные данные, но он сказал, что вот условно пациент, 70 с чем-то лет, курит достаточно долго, вот у него выросло это злокачественное новое образование, и вот мы его сейчас удаляем, ну и мы ему сказали, что вы, если не бросите курить, у вас это вырастет ещё раз, вы к нам придёте, скажете, удалите мне эту опухоль, а мы вам скажем нет. Дальше это делается только платно. И, конечно, я была, мягко говоря, этому поражена, потому что мне казалось, что всё-таки профессия врача это что-то такое, ну, героическое, и что врач должен, несмотря ни на что, всегда спасти пациента. Понимаете, о чём я говорю? Я думаю, что у большинства из вас такое же представление. Но, с другой стороны, действительно бюджетная медицина не может, к сожалению, обслужить, так сказать, все потребности всех людей. И в некотором смысле это, наверное, имеет действительно какое-то значение, вот это решение, которое было принято. Насколько я понимаю, это решение приняли не врачи, это решение было принято на каком-то более высоком уровне. Что если у человека вырастает опухоль, чётко ассоциированная с курением, ему говорят, вы обязаны бросить курить, если он не бросает, приходит снова, и у него вырастает эта же опухоль, что они могут сказать, дальше мы будем удалять её только платно. Это, наверное, имеет какой-то смысл. У меня к этому по-прежнему неоднозначное отношение, но вы должны знать, например, что если вдруг, не дай бог, я искренне не желаю этого никому, потому что у меня у самой бабушки умерла от рака лёгких, я представляю себе, насколько это тяжело. Но если вдруг у кого-то из ваших родственников будут проблемы, связанные именно с никотином, вы должны быть готовы к тому, что он обязан будет бросить курить для того, чтобы дальше врачи с ним работали. Обязан. То есть это не просто желательно, чтобы вы бросили курить. Нет, вы должны бросить курить. Если вы этого не сделаете, вы дальше сами несёте ответственность за то, что будет происходить. И если вы найдёте миллион рублей или больше на эту операцию, то, ну как бы, пожалуйста. Вот. Конечно, не все опухоли так чётко ассоциированы с курением, и, конечно же, опухоли дыхательной системы возникают не только по этой причине. Это может быть и метастаз, и какая-то другая причина, там, в частности, не знаю, облучение, воздействие других вредных факторов, тот же алкоголь, всё что угодно. Но о чём я хочу сказать? О том, что корреляция иногда очень чёткая, и что это нужно понимать, и что организм может дать сбой в совершенно неожиданном месте, потому что никотин разносится кровью по всему организму, и случиться может всё что угодно, не только в лёгких. А теперь поговорим об опухолях лёгких. Итак, это могут быть злокачественные и доброкачественные. Доброкачественные хоть и называются вроде как хорошо, но всё равно ничего хорошего в них нет, и человек может умереть, например, от асфиксии или от каких-то других причин, вызванных, например, гиперпродукцией желёз. Вот. Мелкоклеточный рак. 15% пациентов, у 80% метастазы. Метастазы — это самое опасное в раке лёгких, поскольку все их уничтожить практически невозможно. Распространяются они очень быстро, они растут быстрее, чем основная опухоль зачастую, и это очень часто является причиной тяжёлых, мучительных болей. Боль у раковых больных — это очень тяжёлая боль, изматывающая, постоянная, и поэтому, к сожалению, одно из главных мер палеотипной терапии, то есть терапии для людей, которых уже нельзя спасти, но которым можно помочь просто дожить этот период, это употребление веществ, сходных с морфином, потому что ничто меньшее не может завышать эту боль. Ну вот, вы видите здесь злокачественный мелкоклеточный и немелкоклеточный рак, разные виды. Эпидемиология. До 1900 года крайне редкое заболевание. Описано всего 400 случаев. Ну и очевидно, с чем это связано? С тем, что табачная продукция распространяется во времени, и до сих пор, как я уже говорила, не во всех странах есть достаточно табака, и можно просто купить сигареты. По заболеваемости рак легкого занимает первое место среди других злокачественных опухолей у мужчин в России, а по смертности первое место среди мужчин и женщин, как в России, так и в мире. Это не, казалось бы, рак груди, не рак простаты, это рак легкого. Причины. 85% курения. Одна мутация на 15 сигарет, то есть выкуривая каждую примерно 15 сигарету, вы добавляете в свой организм одну мутацию. А что это значит? Конечно, в нашем организме постоянно происходят мутации, но в норме у нас есть специальные системы, которые обуславливают залатывание этих дыр, возобновление фрагментов ДНК по сохраненным фрагментам, и, в общем, наш организм умеет это чинить. Но понятно, что, во-первых, ресурсы организма не безграничны, а, во-вторых, что вы можете не почувствовать. То есть, условно, если человек подвернул ногу, то он больше не будет, например, бегать какое-то время для того, чтобы снять со своей ноги эту нагрузку. А если у вас произошла, не дай бог, конечно, конечно, не у вас, у какого-то абстрактного человека, произошла та самая мутация, которая запустит образование злокачественной опухоли, вы не почувствуете это так, как вы почувствовали бы подвернутую ногу. И человек продолжит курить, пока у него не будет обнаружена уже опухоль вот такого размера с вот такими вот метастазами. Понимаете, о чем я говорю? Соответственно, да, мутации происходят у нас и так, и так. И да, организм должен их залатывать, но зачем искушать судьбу? Зачем лишний раз подвергать себя риску и смещать вот эту вероятность в сторону неблагоприятного исхода? Ну и еще причины, конечно, духового, дефицита альфа-1-антитрипсина, много-много разных рядов, и профессиональные вредности. Профессиональные вредности, это, например, если человек работает на заводе по переработке асбеста, у него асбест попадает в легкие, вызывает к нему макниоз, вызывает раздражение на обычные ткани, и пневмонит, и все такое. И, может быть, вы вспомните, что точно так же пневмакниозы вызывают некоторые вещества, содержащиеся в сигаретах, потому что там есть и калий, и кальций, и цирконий, и цинк, и магний, и все что угодно. Итак, это первое такое глобальное, по-настоящему глобальное исследование, которое длилось 50 лет, и в котором участвовали 20 тысяч врачей, и результат, в общем, неутешающий. Курение ассоциировано с развитием рака легкого, и риск пропорционален количеству выкуриваемых сигарет. Отказ от курения снижает риск, однако он сохраняется выше, чем у некурящих пациентов. То есть идея о том, например, что я брошу курить, и все придет в норму, к сожалению, не оправдывается. А на самом деле все устроено так. Риск меньше всего у тех, кто не курил, больше всего у тех, кто курит, и где-то между ними те, кто бросили, и они в этой шкале располагаются на определенном месте в зависимости от того, сколько они курили, как они курили и когда они бросили. Так что идея о том, что можно все отмотать назад, все отменить, это неправда, к сожалению. Другие факторы риска. Ну, это будет скорее интересно тем, кто увлекается медициной. Я думаю, что вы сможете это посмотреть в презентации потом или в этой записи, просто заскринить себе и посмотреть. Но опять же мутации, P53, о том, о котором мы уже говорили, генетическая предрасположенность и многое-многое другое. Эта информация, кстати, взята с разрешения нашего лектора, которая рассказывала нам об этом в курсе профессиональных болезней с ее разрешением. Прогноз. Прогноз при раке легких, к сожалению, плохой в течение последних нескольких десятилетий, то есть в период, когда очень хорошо развита медицина и врачи способны оказать действительно высоко квалифицированную помощь больным. 15% пациентов умирают в течение пяти и более лет после постановки диагноза. Пятилетний уровень выживаемости пациентов с четвертой метастатической стадией рака легких составлял менее 1%. И это мучительная жизнь, получеловеческая, на морфине, в полубессознательном состоянии и, в общем, такого не пожелаешь ни врагу, ни его родственникам. И, конечно, самым, как бы, ну, логичным вариантом лечения в случае, если у человека очень сильно поражено легкой и, например, нет метастазов, это трансплантация легких. Но трансплантация легких – очень рискованная операция и средняя выживаемость после нее 5-6 лет. Это совсем не то же, что пересадка почек, это совсем не то же, что пришить палец. Трансплантация легких, к сожалению, обычно заканчивается плохо. Теперь миф номер 3. Подытожим факт этот. Этот факт о том, что курение действительно провоцирует развитие рака. Здесь я сказала только про рак легких, но на самом деле, как вы видели вот на этом слайде, это также опухоли молочной железы, толстого кишечника, поджелудочной железы и, как я вам рассказывала вот эту историю, мочевого пузыря и многие другие. Но здесь я вот акцентировала внимание конкретно на это. Теперь миф номер 3. Кстати, очень распространенный миф, который очень часто используют те, кто пытаются оправдать свое вот курение. Если живешь в большом городе, ты и так фактически куришь, так что вред курения незначительный. Наверняка кто-то из ваших знакомых вам говорил, а какая разница, я живу в Москве, тут смог, все эти трубы, все эти машины, какая разница, вот я выкурил сигарету или не выкурил, я все равно уже вдохнул столько дряни. Понимаете, о чем я говорю? Ну, я провела специальную работу по анализу нашей экологической ситуации и смогла размечать этот миф. Сейчас вы сможете сделать это вместе со мной. Есть такая специальная карта, видите, вот здесь внизу ссылка на нее, Maps Who Int Air Pollution. Это карта о загрязнении воздуха. К сожалению, она есть только на 2016 год, более поздняя информация не найдена, но я сомневаюсь, что ситуация изменилась так глобально за эти 4 года, что все прямо вышло из-под контроля. Тем более, что я сверяла эти данные с более новыми статьями, то есть не с картой, которая так наглядно и удобно, а именно с текстами, которые было бы неудобно вам представлять, и я могу сказать, что ситуация изменилась не сильно. То есть, ну, в общем, в целом, поскольку здесь, видите, какая погрешность измерений, примерно на 5 единиц, эта карта актуальна. Теперь немного приблизим и посмотрим на 3 точки. Это Санкт-Петербург, наша культурная столица. Привет, Питер! Это Москва, где я сейчас нахожусь, наша основная, можно так сказать, столица. И Саратов. На кой черт мне сдался Саратов? Сейчас я объясню. Дело в том, что, вот видите, эта зона выделена зелёной. Это значит, что здесь содержание PM2,5 меньше 10 нанограмм в метре кубическом. Что такое PM2,5 и откуда они берутся? Это воздушный загрязнитель, в состав которого входят как твёрдые микрочастицы, так и мельчайшие капельки жидкости. И те, и другие размером примерно от 10 нанометров до 2,5 микрометров. В отличие от более крупных частиц, вот эти вот PM2,5 легко проникают сквозь биологические барьеры и поэтому представляют наибольшую угрозу для организма. То есть, вот вы видите, здесь есть ещё PM10, например, да, PM2,5, но мы будем говорить именно про PM2,5 из-за того, что было доказано, что они наиболее опасны. Ну и что, например, входит в их состав? Они бывают первичные и вторичные. Первичные выбрасываются в воздух уже готовыми. Это, например, отходы от, опять же, машин или от тех же самых всяких перерабатывающих забот, да, если они работают неграмотно. Это мельчайшие кусочки сажа, асфальта, автомобильных покрышек, частицы минеральных солей, соединений тяжёлых металлов и некоторые биологические загрязнители, например, некоторые аллергены и микроорганизмы, также относятся к первичным PM2,5. Вторичные PM2,5 – это вещества, которые образовались уже в атмосфере из некоторых первичных. И это, например, в городской воздух выбрасываются оксиды азота и серы. При контакте с водой они образуют кислоты, а уже из них получаются твёрдые частицы соли, нитраты и сульфаты. Ну, в общем, принцип ясен. И все эти вещества попадают к нам в лёгкие, при вдыхании. И, естественно, в процессе курения эти частицы тоже попадают. Особенно, например, это логично при курении кальяна или при курении трубки, потому что частички сажи, непосредственно маленькие-маленькие такие кусочки грешевого угля попадают в лёгкие курильщику. И поэтому я сочла достаточно логичным проводить сравнение именно по этим PM2,5. Сравнение воздуха, которым дышит курильщик, и сравнение воздуха, которым дышит житель мегаполиса. Итак, Санкт-Петербург, Москва, Саратов. Почему мне понадобился Саратов? Вы видите, что в Саратове и в Москве вот эта жёлтая зона, это значит, что примерно одинаковая ситуация по PM2,5. Видите здесь количество? От 11 до 15 нанограмм в метре кубическом. Но, к сожалению, я не нашла достаточно новых статей по тому, что происходит с воздухом в Москве. Ну, понятно, что тому есть и политические причины, и некоторые другие. А вот для Саратова я нашла очень хорошую статью со сравнением, со всем прочим. И поэтому мы будем считать, что раз на данной карте эти зоны отмечены как примерно одинаковые по содержанию PM2,5, то данные для Саратова будут актуальными для Москвы. А данные для Санкт-Петербурга будут меньше, и мы их будем сравнивать следующим образом. Вы видите, здесь 11-15, а здесь меньше 10. Соответственно, если условно посчитать отношение 15 к 10, то отношение между содержанием PM2,5 в Москве к содержанию PM2,5 в Санкт-Петербурге, которое мы рассчитаем, будет примерно таким же. Ну, это как бы такие... Естественно, я не претендую ни на какую точность. Я лишь сделала прикидку для того, чтобы понять, насколько действительно есть влияние. Теперь я предлагаю вам вместе со мной решить задачку. PM2,5 в Москве и Саратове примерно одинаковы, а в Санкт-Петербурге примерно в два раза меньше, чем в этих городах. Это я, опять же, выводила из нескольких статей. Объем... Ну, и это примерно согласуется с данными на той карте. Объем вдоха взрослого человека составляет примерно 500 мл, а частота дыхательных движений – 18 вдохов в минуту. Зная эти параметры, мы сможем понять, сколько литров воздуха человек поглощает, пока он дышит, условно, на улице, да, или в квартире. Потому что мы проветриваем... Ну, мы считаем, что помещение проветривается. Содержание плюмбума, который является частью PM2,5, и по которому можно оценивать количество PM2,5, то есть, условно, количество свинца... Плюмбума – это же у нас свинец или олова. Извините, пожалуйста, я не помню. Ну, в общем, плюмбум... Количество плюмбума в воздухе пропорционально, естественно, количеству PM2,5, потому что плюмбум является одним из его компонентов. И, соответственно, его содержание в воздухе Саратова, по новейшим данным, это 0,0008 мг в метре кубическом, а содержание его в одной сигарете 10 затяжек, то есть это еще и не максимум, который может выкурить курильщик, 0,14 мкг. Мы об этом говорили ранее. И 1 литр – это 1 дециметр кубический. И теперь вот задача состоит в том, чтобы найти, какую долю плюмбума курильщики в Москве и Санкт-Петербурге получают, выкуривая пачку сигарет в сутки. Итак, я думаю, что если вы не хотите себе спойлерить в этот момент, вы можете поставить на паузу и посчитать сами, но я сразу предоставлю вам решение этой задачи. Первое действие. Считаем, сколько человек вдыхает за сутки. Переводим вторым действием. Это количество из миллилитров в метре кубический. Третьим действием считаем, сколько вдыхает плюмбума житель Москвы и сколько житель Санкт-Петербурга. Вот. Это в сутки, да? Вот. И при выкуривании пачки сигарет, 20 сигарет, стандартный курильщик спокойно может выкурить пачку сигарет за день. Это даже и не так уж много. В организм курильщика поступает пить какое количество? 2,8 микрограмм. Суммарно в сутки курильщик в Москве получает 13,2 микрограмма плюмбума, а курильщик в Санкт-Петербурге 8 микрограмм плюмбума. И теперь считаем отношение того количества плюмбума, которое мы получили, курильщик получил, из сигареты к общему количеству. И находим, что из сигарет курильщики получают, соответственно, 21% в случае с Москвой и 35% в случае с Питером от суточной дозы плюмбума. Это совсем не мало. Это от четверти до третьей. Ну, от пятой части до третьей части. И это, если мы считаем, что человек выкуривает сигарету не полностью, только 85% сигареты. В смысле, не считая фильтр, вот от этой части 85%, 10 затяжек. Если считать, что это человек, который не слишком сильно затягивается, средние затяжки. И если при этом считать, что он выкуривает одну пачку, а зачастую курильщики выкуривают больше. В общем, ситуация еще ухудшается, если посмотреть на то, что происходит при курении в квартире. Вы видите, вот этот график нам демонстрирует следующее. Это время, когда засекалось количество вот этих самых ПМ2,5 в воздухе. Это их доза, их количество. Вот это допустимое количество вообще в воздухе, после которого, вот видите, 25 микрограмм в метре кубическом. Здесь это, видите, уже красная зона. То есть это считается с точки зрения Всемирной Организации Здравоохранения уже не просто высокое содержание, а критически высокое содержание. Это все выделено красным, красным, темным, красным бордом. Соответственно, вот это критическое значение, а вот какие значения это принимает, если люди курят в квартире. Теперь представьте себе, что испытывает ребенок курильщика, находясь с ним в одной квартире, вот, например, в 23.30, когда вот эта доза 302 превышает максимально допустимую, уже можно даже сказать недопустимую, более чем в 100 раз. В общем, понятно, что ничего хорошего в этом совершенно нет. Ой, прошу прощения, более чем в 10, даже посчитаем, более чем в 14 раз. Вот. В общем, понятно, что это крайне опасно, ничего хорошего в этом нет. И насколько я помню, даже в этом исследовании помещение проветривалось, то есть это не просто накурено, а это вот та самая нормальная, казалось бы, человеческая ситуация, когда люди, ну, покурили на кухне, там проветрили и дальше пошли делать дела. Это вот именно та ситуация. Вот. Ну что ж, мы развенчали этот миф и можем теперь с уверенностью сказать, что курильщики в таких городах, как Москва и Санкт-Петербург, не говоря уже о более чистых городах, которых в Москве полно, в России полно, из-за курения вдыхают на 20-35% больше опасного для организма соединения. Для тех, кто часто находится в накурных помещениях, эти значения возрастают, прошу прощения, здесь ошибка, не в сотни раз, а в, ну, в 10 раз в данном случае, но, наверное, в перспективе и в сотни раз, потому что если человек подвергается этому воздействию ежедневно, то это, конечно, ну, вы понимаете. А, да, в сотни раз это правильно, поскольку здесь имелось в виду относительно вот этих значений, которые мы с вами нашли. Да, действительно. Вот. Теперь факт номер 4. Курение укритает аппетит. Я думаю, вы все прекрасно знаете, что, например, есть целая категория девушек, которые курят как раз по этой причине, потому что они заменяют сигаретами приемы пищи и таким образом пытаются поддерживать свою фигуру. Ну, и также известно, что часто люди, которые бросают курить, набирают после этого вес, к сожалению, если они, конечно, не заменяют курение на спорт, а заменяют курение, например, на сладкое. И давайте разберемся с тем, как это работает, почему это происходит. Прежде всего, это происходит потому, что курение провоцирует изменение восприятия вкусов и запахов. Кроме того, никотин влияет на мелано-картиновую систему головного мозга, играющую важную роль в регуляции веса и аппетита. Основные извинения этой системы находятся в гипофизе и гиптомаусе. И третье, это то, что курение вызывает неприятные ощущения в желудочно-кишечном тракте. Почему это происходит? Помните, мы с вами говорили о том, что курение провоцирует секрецию желез, в частности, желудочных желез. Если человек не ел и покурил, провокация, в общем, стимуляция действия желудочных желез приводит к тому, что у него накапливается соляная кислота, которая может забрасываться при гастроэзофагиальной реактивной болезни в пищевод и даже в рот. И это, конечно, очень неприятно, потому что это отрыжка, это жжение, это неприятный запах изо рта, это изжога, это даже боль. И, соответственно, в частности поэтому человек может не хотеться есть. И он может не получать удовольствие от еды. А про изменение вкусов и запахов это тоже совершенно доказано. И я знаю личного человека, который мне рассказывал, что когда он бросил курить, он набрал вес, как ему казалось, потому что всё-таки сигареты неприятно пахнут. Он курил сигареты. И после того, как он перестал курить, всё оказалось такое вкусное, что он не смог сдержаться и вот набрать там 10 или 15 килограмм. Я уже не помню сколько. Вот. А теперь давайте посмотрим, как работает вот эта пропиомеланокартиновая система. Вот это вот сокращение ПОМК, пропиомеланокартин. Вы видите, никотин действует на рецепторы альфа-3, бета-4, провоцирует действие нейронов второго порядка специфических, через специфические рецепторы. И это угнетает аппетит. И здесь видите разные другие пути через лептин, через грелин, через PYY. Но я не буду сейчас подробно на этом останавливаться. Это такое схематическое изображение, взятое из достаточно новой статьи, по-моему, 2015 года. Но основная идея ясна, что есть совершенно чёткий механизм, по которому никотин вызывает угнетение аппетита, даже без относительно желудочных соков. Последняя причина, о которой я говорила. И без относительно изменения восприятия вкусов и запахов. Первая причина, о которой я говорила. И давайте поговорим о том, почему это скорее плохо, чем хорошо. В норме секреция желез пищеварительного тракта согласована с приёмами пищи. В норме это выглядит так. Мы начинаем есть или мы чувствуем запах еды, начинает выделяться слюна, начинает выделяться соляная кислота в желудке. И когда мы едим, это оказывается нужно, это оказывается полезно. Если человек вне приёма пищи, его организм испытывает такие же изменения, то это будет плохо. Потому что, например, желудочный сок может запрасываться в пищевод и разъедать его стенки. Чрезмерное выделение слюны. Вы, наверное, замечали, что люди, которые курят, ну, типа, сплёвывают. Это потому что как раз у них чрезмерно выделяется слюна. Чрезмерное выделение слюны тоже совершенно неполезно и не нужно. Но помимо того, что это просто нарушение нормального функционирования, просто нарушение нормального положения дел, самое главное это то, что это может спровоцировать развитие гастрита, гастроэзофигиальной рефлюксной болезни, пищевода Баррета, язв и, как итог, развитие опухолей. Потому что я об этом не сказала, когда мы обсуждали с вами рак лёгких и вообще опухолей лёгких, но и здесь, и там тот же принцип. Я сейчас расскажу его упрощённо, и, конечно, он не совсем соответствует действительности, но я думаю, что он поможет понять многие вещи. Хроническое повреждение какой-либо ткани приводит к различного рода процессам, но в частности приводит к тому, что ткань пытается скомпенсировать это повреждение. То есть, условно, если чрезмерное выделение желудочных соков действует на желудок, на его стенке, и нарушается щелочная барьера, который, по идее, должен защищать ткань желудка от этого крайне низкого pH, который можно достигать даже двух, это очень-очень мало, то клетки повреждаются. Клетки повреждаются, значит, нужно образовать новые клетки. Соответственно, со дна ямок желудочных поднимаются клетки, если мне не изменяет память клетки пенета, которые пролиферируют и заменяют те клетки, которые погибли. Чем чаще это происходит, тем чаще происходит эта пролиферация. Чем чаще происходит пролиферация, тем чаще делятся клетки, тем больше вероятность того, что в процессе этого деления возникнет мутация. Это логично, потому что деление предполагает репликацию наследственной информации. Репликация наследственной информации с очень-очень маленькой вероятностью может протечь без изменения генетической информации. Вы понимаете, о чем я говорю. Могут возникнуть мутации, и в целом это норма, но в умеренных количествах. Чем больше это происходит, тем больше риск того, что следующая образовавшаяся клетка на месте старой будет злокачественной. И с опухолями легких то же самое. Когда клетки ресничного эпителия часто-часто-часто подвергаются воздействию никотина и других компонентов сигарет или других курительных устройств, курительных смесей, это приводит чисто, исходя из этой логики, к тому, что каждая последующая клетка накапливает в себе предыдущие мутации. И кроме того, каждая последующая клетка, чем больше таких клеток, тем большая вероятность того, что хотя бы одна из них будет злокачественной. И всякие системы, которые отвечают за отлов этих клеток, за то, чтобы не дать им развиться, или за то, чтобы они вступили в апоптос, они не справляются с таким количеством этих клеток. Это одно из возможных объяснений причины развития злокачественных новообразований как при курении, так и при любом другом отрицательном воздействии. Например, если регулярно обжигаться или регулярно резаться, то тут работает та же логика. Но просто в данном случае мы говорим о курении, поэтому... Но в лекции про алкоголь я снова об этом скажу, потому что так это и работает. Ну, это один из аспектов. Теперь миф номер четыре. Ну, с ним всё ясно, потому что мы уже с вами обсудили, что я запросто брошу в любой момент, и всё придёт в норму. Это совершенно не так. Почему это не так? Во-первых, мы с вами говорили о том, что курение необратимо влияет на многие параметры организма, и у тех, кто завязал, риск развития патологий, связанных с курением, ниже, чем у курильщиков, но выше, чем у тех, кто не курил никогда. От этого никуда не деться, это научный факт. И длительность, и интенсивность курения напрямую связаны с риском. Это во-первых. Во-вторых, к сожалению, иногда может быть слишком поздно. И человек может бросить курить уже в момент, когда у него начала расти злокачественная опухоль. И да, он таким образом улучшит ситуацию, конечно, но это может его не спасти, потому что опухоль уже растёт. И, конечно, третье, то, о чём мы говорили в самом начале, это воля. К сожалению, никотин подчиняет мозг своей воле и управляет нашими желаниями, нашими потребностями. Поэтому иногда просто желание бросить курить может быть недостаточно. И силы воли может быть недостаточно, потому что никотин подчиняет себе те части нашего мозга, которые ответственны за эту самую силу воли. Факт номер пять. Курение вызывает хобл. Почему я считаю это таким важным? Хобл, то есть хроническая обструктивная болезнь лёгких, это, конечно, не настолько опасное состояние, как, например, рак лёгких или другие злокачественные новообразования. Но, если рак лёгких всё же развивается у какого-то процента людей, которые курят, то хобл развивается у всех. Ну, или хорошо, но у всех 99,9%. Хобл – это неизбежное следствие курения. Рано или поздно он возникнет. И это уже невероятностный вопрос. Это вопрос времени. Давайте поговорим сначала о том, что такое хобл. Хобл – это хроническая обструктивная болезнь лёгких. А если быть точнее, я не уверена, что сейчас точно сформулирую так, чтобы это понравилось нашим преподавателям по пропедевтике. Но я думаю, что главное, чтобы это было понятно, что это группа заболеваний, при которых происходит хроническая обструкция, обратимая или необратимая, разных отделов дыхательных путей. Почему это опасно? Очевидно. Как минимум, асфиксия, то есть удушье. Но на самом деле опасностей намного больше. И давайте теперь посмотрим, почему же курение вызывает хобл. Но начнём с того, что для проходимости дыхательных путей очень важно, чтобы внутри них ничего не застаивалось. В частности, для этого у нас существует такая вещь, как мукоцеллярный транспорт. Мукоцеллярный транспорт осуществляется ресничным эпителем, выстилающим часть наших дыхательных путей. И как это работает? Например, я вдыхаю воздух. В нём, к сожалению, не только чистые газы, но иногда и, например, микроорганизмы. Часть этих организмов зацепляется за слизь, которая находится у нас в выдыхательных путях. Поверх ресничек ресничных клеток. Зацепляется за эту слизь, и после этого эти клетки, двигаясь ресничками, сосредоточенно, как бы согласованно, выталкивают эту слизь наверх. Мы откашливаемся, и таким образом из нас выходит и излишек слизи, и всё, что на ней налипло. Какие-то микроорганизмы, какие-то вот те же самые пен 2,5, сажа, или кусочки металлов, или всё что угодно. Или если мы поперхнулись, это тоже всё выходит. Это то, как данная система должна работать в норме. Вот эти вот самые реснички этих ресничных клеток. Здесь вот, не нарисовано, но поверх этого находится слизь. И вот что делает сигарета, в данном случае электронная сигарета, с мукоцеллярным транспортом. Вы видите, никотин проходит внутри клетки, действует на ЕРК, кеназу и другие компоненты. Здесь не всё указано. Изменяет экспрессию генов, что нарушает движение ресничек. В частности, может быть, вы помните, мы с вами говорили уже про вот этот ген, МУК-5АСИ. Это тот же ген, на который действует, например, пропиленгликоль и глицерин, которые содержатся в курительных смесях вейперов. То есть, они, в частности, делают то же самое. Что происходит потом? Движение вот этих вот ресничек перестаёт быть согласованным. И тогда слизь застаивается в дыхательных путях. К чему это приводит? Во-первых, например, во сне иногда пыльщики просыпаются от надсадного кашля. Почему? Просто потому, что в дыхательных путях накопилось слишком много этой слизи, она перекрыла дыхание, и человек ненадолго слегка как бы задохнулся. Ему необходимо прокашляться просто, чтобы начать дышать. Первое. Второе. Как я уже сказала, на эти слизи налипают мельчайшие частички. Частички всего разного, которые должны быть выведены из нашего организма. Если они из организма не выведены, то это значит, что дальше эти вещества и существа будут действовать на нас. Например, у курильщиков сильно повышается, я сейчас не скажу точную цифру, но действительно есть такой факт, повышен риск развития инфекционных заболеваний. Например, сейчас, если вы вдруг знаете, бушует эпидемия COVID-19, и в частности вирус, если он остается на слизи, которая по идее должна быть выведена из нашего организма, при помощи работы этих самых ресничек выведена не будет. И значит, у вируса намного больше шансов попасть внутрь легких и воздействовать на наш организм и остаться там. Понимаете? И то же самое про любые другие микроорганизмы, про стриптококи, про стафилококи, про легионелл и про, например, вирус мононуклеоза. В общем, все что угодно остается внутри нашего организма, если остановлен мукоцеллярный транспорт. Ну и тут еще несколько разных фактов, факторов, которые связаны с курением и которые приводят к кобу. Видите, курение провоцирует сужение сосудов. Это, кстати, очень важно, и мы потом это еще подробно обсудим в той части лекции, которая будет посвящена сердечно-сосудистой системе и, как ни странно, диабету. А сужение сосудов вызывает недостаточность кровоснабжения легких. Недостаточность кровоснабжения – это хроническая ишемия. Ишемия – это как раз и есть недостаточность кровоснабжения, недостаточность питания, то есть кислорода в том числе, потому что тканям нужно питаться. Хроническая ишемия приводит к воспалению. Исход воспаления зачастую – это фиброз, то есть это процесс, если упрощенно говорить. Ведь воспаление это всегда повреждение, это стрессовая ситуация, и в конце организм пытается залатать это место, сделать его максимально надежным и безопасным. Иногда это бывает неправильно, но так уж устроен наш организм, и возникает фиброз, то есть зарастание соединительной тканью этого участка. Фиброз, естественно, вызывает хобл, потому что нарастает та ткань, которая не должна нарастать. И легкие, например, не могут так свободно расширяться и сокращаться. Понимаете, о чем я говорю? Теперь следующее. Курение провоцирует окислительный стресс. Окислительный стресс – это процесс, в ходе которого образуются, например, активные формы кислорода, и не метаболизируются, и действуют на наши клетки, повреждая их. Это сложно и довольно долго объяснять, если говорить об этом подробно, но вы можете об этом почитать сами. Повреждение ДНК – чистая правда, мы уже об этом говорили, что вызывает мутации. Повышение температуры – очевидно почему, потому что, например, может быть вы знаете, что об этом еще дальше будет речь, но во время войны, в частности в нашей стране, курили, естественно, не покупные сигареты, а курили так называемую махорку. Махорка – это табак деревенский, из которого делали самокрутки. И у самокруток есть такая особенность, что там, естественно, нет фильтра, и поэтому сигарета докуривается зачастую в тот момент, когда она обжигает губы. И вот это хроническое повреждение провоцирует, например, рак губ. Я потом вам покажу, как это выглядит, но факт остается фактом. Вот это повреждение температуры совместно с вот этими вещами, окислительный стресс, повреждение ДНК, все это приводит к хроническому повреждению ткани. Опять же, воспаление. И выделение протеолитических ферментов. Протеолитические ферменты – это ферменты, которые расщепляют компоненты тканей. Иногда это бывает нужно, и в нашем организме, например, они выделяются иногда в случае, когда в организм попала какая-то инфекция. И иммунные клетки, в частности, например, нейтрофилы, могут выделять протеолитические ферменты для того, чтобы погубить инфекционный агент. Но все хорошо в меру. Если протеолитические ферменты выделяются чрезмерно, то это будет вызывать, соответственно, расщепление, например, альвеолярных перегородок. Это значит, что легкие не смогут в полной мере выполнять свои функции. Вот, видите, здесь разрушение альвеолярных перегородок. О нарушении мукоцеллерного транспорта мы уже говорили застой слизи. С одной стороны, хроническая инфекция. Я уже объяснила вам, почему это приводит к воспалению. Кстати, сюда можно было бы тоже провести стрелочку, потому что выделение протеолитических ферментов, как я уже говорила, это нормальная реакция организма на попадание туда хронической инфекции. Но, кроме того, застой слизи еще очень опасен тем, что возникает так называемый клапанный механизм. Я сама не до конца уверена, что понимаю глубину суть этого процесса, но попытаюсь объяснить вам то, как я это понимаю. Представим себе, что у нас есть условно воздушный шарик. Воздушный шарик – это наши легкие. В него можно набрать воздух, а потом сдуть. Снова набрать и снова сдуть. Так и работает в норме. Застой слизи в данном случае можно сравнить с закрытием верхнего клапана этого шарика, то есть той части, через которую, собственно, воздух циркулирует. А теперь представьте себе, что будет, если наполнить этот шарик, полностью наполнить, потом закрыть сверху этот клапан и хорошенько надавить. Вы все прекрасно знаете, шарик лопнет. С нашими легкими происходит все то же самое. Если произошел застой слизи, и курильщику надо откашляться для того, чтобы просто вдохнуть, что он делает для того, чтобы откашляться? Он провоцирует сокращение мышц, на которые он может влиять своей волей, для того, чтобы сжать это и для того, чтобы выбить эту пробку. Когда это происходит, давление в легких повышается до уровня, для которого наши легкие не предназначены. Из-за этого внутри них альвеолы просто лопаются. Соответственно, к чему это приводит? Это приводит, с одной стороны, к уменьшению площади дыхательной поверхности. Вы понимаете, да, что, например, идеально круглая сфера, сфера, в смысле, без наполнения внутри, только ее оболочка, не шар, она имеет меньшую площадь поверхности, чем если у нее есть какие-то впуклости и какие-то отростки, понимаете? Соответственно, в легких вот эти альвеолы очень сильно увеличивают площадь поверхности. Площадь поверхности благодаря альвеолам достигает там, я не помню каких значений, но что-то вроде там футбольного поля или что-то в этом роде. То есть, если альвеолы лопаются, то площадь поверхности уменьшается, а значит и эффективность оксигенации крови уменьшается так же. То есть, наш организм поступает меньше кислорода, чем ему нужно. Значит, человеку нужно более интенсивно дышать для того, чтобы обеспечить свой организм кислородом, и значит, он не может справляться с ситуациями, когда потребность организма в кислороде возрастает. Например, если здоровый человек бежит, ему и так надо сильнее и глубже дышать, по возможности. А курильщик, к сожалению, ограничен и не может этого сделать в норме, ну, в том количестве, в котором может сделать нормальный человек, потому что просто его организм не справится, и он может, например, упасть в обморок. Или там закашиться, остановиться, ему нужно будет постоять пару минут, просто подышать. Соответственно, понятно, что курение вызывает хобл, и как я уже говорила, возникновение рака лёгких – это вероятностный вопрос, точнее, это вопрос вероятности, а возникновение хобл у курильщика – это просто вопрос времени. Теперь миф номер пять. Капли никотина убивают лошадь. Но это дурацкий миф. Честно говоря, у меня вообще, ну, то есть я его развенчиваю просто потому, что, ну, это не так, и очень странно вообще пугать людей каплей никотина. Капли никотина не убивают лошадь. Я просто посчитала, что вот, исходя из исследований, средняя летальная доза для крыс 50 мг на килограмм, посчитала, в общем, разобралась в том, сколько весит какая лошадь, и вес какого коня примерно 500 кг, то есть 10 раз больше. Ну, и, соответственно, для того, чтобы убить скаковую лошадь, нужно 625 капель, если говорить о, ну, стандартных каплях, да, 40 мг. Тяжеловоза – 1000 капель, а пони – 250 капель. Я не знаю, кому пришла в голову идея убивать лошадь, капая в неё никотин. Мне кажется, это довольно неэффективный и странный способ. Извините за мой цинизм, но всё-таки. И, тем не менее, всё-таки эта информация, может быть, нам сейчас полезна, для того, чтобы сказать о другом. О том, что вот эта вот постановка вопроса вообще о капле, которая, видимо, имеется в виду, принимается спирорально, да, то есть через рот, это вообще практически невозможная ситуация. Наш организм, к счастью, имеет защитный рефлекс. И когда внутрь попадает, как бы так сказать, чрезмерное количество никотина, больше, чем в дыме, то наш организм сразу же это из себя извергает обратно. То есть, чисто и физиологически невозможно проглотить летальную дозу никотина. Хотя, к сожалению, были такие попытки и есть известные случаи, когда люди для того, чтобы покончить с собой, использовали для этого картридж с никотином, но чаще всего им было очень плохо, но покончить с собой они не могли, именно потому, что включается рвотный рефлекс, и поэтому, в общем, невозможно принять летальную дозу никотина. Естественно, я ни к чему не призываю, ни что не пропагандирую, просто вот эта вся история про капли и лошадь, она смешная и странная, и непонятно вообще, зачем нужно этим людей пугать. Очень важный факт. Может быть, сейчас молодые люди скажут, ой, нет, это всё не про нас. Нет, я думаю, что вам нужно всё-таки об этом подумать, потому что там будут факты и для отцов тоже, и вы не знаете на самом деле, как повернётся жизнь, и какие будут обстоятельства, и не вспомните ли вы вдруг о вот этом моём слайде в какой-то момент своей жизни, потому что проблема невозможности людей иметь детей, это очень актуальная проблема. И вы можете быть физически полностью здоровым, я не знаю, прекрасным атлетом, который, не знаю, попадает воробью в глаз с километра расстояния, там, я не знаю, ружьём, или может пробежать огромный марафон, или может таскать тяжести, и вообще чувствует себя прекрасно, но при этом это совершенно не означает, что репродуктивное здоровье полностью в порядке, а курение влияет на репродуктивное здоровье очень сильно. И, как я уже говорила, как и на большую часть органов и систем, курение влияет необратимо. Поэтому бросить курить не всегда достаточно, к сожалению, для того, чтобы нивелировать тот эффект, который никотин уже оказал на организм, мужчины или женщины. Про репродуктивную систему отдельно мужчин, отдельно женщин будет чуть-чуть дальше, а сейчас поговорим именно про беременность. Итак, факт номер 6. Курение способствует появлению пороков развития и врождённых уродств. Курить во время беременности значит абрекация у ребёнка на страдание. Я прошу прощения за такой пафос, но, к сожалению, это правда. И есть просто бесконечное количество самых разных публикаций на эту тему, их чуть ли не столько же, сколько о раке лёгких, потому что это крайне актуальная тема. И всё-таки это очень важный момент ещё с точки зрения того, что ладно уж, если вы принимаете решение за себя, но имеете ли вы право принимать решение за вашего ребёнка? Понимаете? Ничего не говорю. Вот это довольно смешная пропагандистская такая листовка, в которой говорится о том, что, значит, спокойная мама – здоровый ребёнок. Раньше, когда не было известно, как, в общем, курение влияет на репродуктивное здоровье матери, производители сигарет, в данном случае вы видите, это Филипп Моррис, пользовались этим и основывали свою рекламу на том, что главное, чтобы мама была спокойной. Если маму успокаивают сигареты, значит, что ребёнок будет счастлив. К сожалению, сейчас это тотально не так. И сейчас я расскажу вам почему. Прежде всего стоит сказать о том, что, наверное, не все люди знают, это то, что у матери и ребёнка большую часть времени внутриутробного развития – общее кровоснабжение. Да, между матерью и ребёнком есть трансплациентарный барьер, и да, далеко не все вещества проходят через этот барьер, но никотин и многие другие компоненты, которые попадают в организм матери при курении, через этот барьер проходят. И, конечно, условное курение ребёнка в организме матери происходит совсем не так, как описано на этой картинке, но с кровью к нему попадает практически всё, что мать получила из сигареты. Это во-первых. Во-вторых, после того, как эти вещества оказались там внутри и стали действовать на малыша через его кровеносную систему, последствия могут быть значительно более серьёзными, чем у взрослого человека. Во-первых, потому что, ну вы сами понимаете, что условно даже дозировки таблеток рассчитываются исходя из как минимум массы. И, например, условная доза таблетки 500 миллиграмм какого-нибудь вещества для взрослого человека, это некорректно. И врач, хороший врач, должен всегда пересчитывать на пол, на возраст и на вес. Понимаете, например, совершенно по-разному 500 миллиграмм будет действовать на огромного атлета, который весит, я не знаю, 150 килограмм благодаря своим мышцам, и на меня. Хотя формально я взрослый человек, но я вешу 55 килограмм, и это значит, что я вешу в три раза меньше, чем другой взрослый человек. Соответственно, доза должна быть пересчитана. И, во-первых, маленький ребёнок намного меньше, чем его мама, даже если она субтильна. Соответственно, воздействие будет, можно даже сказать, ударным. То есть, вещества, которые для матери, конечно, приносят урон, но может быть такой несильный, то есть, одна сигарета в день, это как бы вроде допустимо, для ребёнка это уже очень опасная доза. А уж дозы, опасные для матерей, вроде как пачки сигарет, это просто, ну, к сожалению, тут легко предугадать конец всей этой истории. Вот. И, конечно, ещё один важный фактор, это то, что у плода все системы и органы находятся только на стадии развития. Поэтому клетки его более восприимчивы к действию повреждающих факторов. И если, условно, у матери, то есть, ещё до беременности, например, произошло повреждение лёгочного эпителия из-за воздействия топачного дыма, то этим клеткам, конечно, ну, не стоит так часто реплицироваться, ну, точнее, воспроизводиться, я уже говорила почему. Но всё же, если это произошло, она взрослый человек, и эти её клетки не дадут потом потомства из других клеток, и не будет, то есть, мутации будут накапливаться, но в пределах всего лишь, там, двух-трёх максимум поколений клеток. В случае с организмом ребёнка воздействие может произойти на стволовую клетку, которая потом даст целый класс системы органов. Например, клетку, которая потом даст всю нервную систему, то есть нейроэктодерму, всю нервную систему, кожу, слизистые, всё вот это. Если произошло воздействие никотина, например, на эту клетку предшественника, то это значит, что у ребёнка будет сломано всё, что происходило от этой клетки, и мутации будут копиться, потому что чем чаще делится клетка, то есть чем более ранний предшественник, тем больше мутаций будет у итоговых клеток. У клетки, например, которая в итоге на коже, или у клетки, которая, например, в итоге в глазу. Поэтому, к сожалению, никотин является доказанным тератогеном. Тератоген означает, в общем, врождённые уродства, то есть, к сожалению, может родиться ребёнок с уродствами и с состояниями, несовместимыми с жизнью. Вот. Кроме того, курение во время беременности провоцирует преждевременные роды, самопроизвольный выкидыш, преимущественно из-за изменения кровоснабжения, потому что сжимаются артерии, недостаточное кровоснабжение, ребёнку нечем питаться. Всё. Нарушение плацентации, то есть, нарушение на стадии прикрепления плодного яйца к плаценте. Задержка внутриутробного развития, вариабельность сердечного ритма у плода, то есть, у него возникают аритмии. Повышенный риск ожирения у плода. Это звучит как-то не очень опасно, но вы же помните о том, что когда ребёнок рождается, он проходит через ртовые пути матери, которые даже у здоровых женщин претерпевают очень сильные изменения, и все знают прекрасно, какая это болезненность, и как это всё опасно, а что уж говорить, если при этом у плода ещё увеличена масса тела, и тем более, если она увеличена за счёт жира. Риск развития биполярного расстройства. Атопия. Атопия – это развитие органов и тканей не на тех местах, где они должны быть. Например, вдруг печень взяла и оказалась не справа снизу, а слева сверху. Понимаете? Изменение структуры и функций головного мозга у новорождённых. Понятно, когнитивные функции. Кроме того, повышение кровяного давления, дыхательная недостаточность, бронхит – это уже то, что у детей. Астма, гиперреативность дыхательных путей, уменьшенная альвеолеризация, то есть, меньшее количество альвеол, недостаточная площадь дыхательных путей, риск развития сахарного диабета, задержка умственного развития, ограничение роста плода, поражение репродуктивной системы плода, особенно если это девочка. Как вы знаете, у женщин одно из принципиальных отличий от мужской репродуктивной системы состоит в том, что наши половые клетки образуются у нас ещё на стадии внутриутробного развития. Поэтому, если женщина курит, то она нарушает не только свою репродуктивную систему, но и репродуктивную систему своей дочери и потенциально влияет также на своих внуков. Понимаете? Потому что эти внуки разобьются из половых клеток, которые уже находятся внутри плода, которые она в себе взращивает. Курение во время лактации ассоциировано с повышенным риском симптома внезапной детской смерти. Очевидно, почему он так называется, просто ребёнок действительно умирает по непонятной причине. Неврологические и поведенческие расстройства тоже связаны с этим. Нарушение сна, повышенный риск ожирения у плода, нарушение обмена глюкозы, опять же, например, сахарный диабет, повышенный риск астмы, ринита. Поэтому, если женщина считает, ну всё, я уже жила, теперь можно курить, то, как видите, это не так. То есть, можно, конечно, запретить никто не может, но вы должны быть готовы нести за это ответственность. Влияет не только курение матери, но и всех окружающих. Подсчитано, что пассивное курение, то есть, состояние, когда вы находитесь в одном помещении с курящими людьми, но сами при этом не курите, тождественно, выкуривание самой мамой одной сигареты через каждые пять часов. Это очень много. Например, пороки развития в два раза чаще встречаются у детей, чьи отцы заядные курильщики. Поэтому, уважаемые молодые люди, если вы слушаете эту часть моей лекции в полуха и считаете, что вас это не касается, вас это тоже касается, потому что дым никуда не девается. И даже если вы курите на кухне в форточку, как я уже говорила, вы видели график, на котором показано, какое при этом всё равно количество табачного дыма и, соответственно, количество пьемного с половиной содержится при этом в воздухе, которым дышат люди, которые находятся рядом с вами. А теперь немножко картинок о том, что бывает с малышами, чьи родители курят. Вот, например, заячья губа. Может быть, вы знаете, я не помню точно, как зовут этого актёра, который, в общем, играл Джокера. Может быть, вы видели, что на самом деле у него вот эта вот часть здесь зашита. Там очень хорошо сделана операция, но, видимо, у него была заячья губа. Я не говорю о том, что его мама чем-то злоупотребляла, это бывает иногда просто случайно, но ничего хорошего в этом нет. Тем более, что заячья губа это не просто губа, там происходит вглубь расщепление всего неба, и это может доходить до очень далёких отделов. Гастрошизис. Видите, часть кишечника вывалилась снаружи. Ну и, в общем, вывод из этого всего ясен. И, конечно, если вы решаете завести ребёнка, нужно быть очень ответственным. И одна из важнейших областей вашей ответственности это сделать всё возможное для того, чтобы снизить вероятность развития у ребёнка какой бы то ни было патологии. Бросить курить это один из самых простых способов хоть как-то обезопасить себя и своего ребёнка. Теперь миф номер шесть. Он тоже довольно большой, как и был миф про, в общем, разные другие вещества, кроме никотина, содержащиеся в там, айкос, электронных сигаретах и кальяне. И теперь мы поговорим коротко, по возможности, о разных органах и системах. Потому что то, что курение влияет только на дыхательную систему, это неправда. Точно так же, как то, что алкоголь влияет только на печень, это неправда. И этот миф я для вас разобью через неделю, а этот сейчас. Первое, по праву первое, это влияние на сердечно-сосудистую систему. Я не знаю, знаете ли вы, но это факт действительно важный и, к сожалению, напряжённо актуальный. Это то, что смертность от сердечно-сосудистых заболеваний это первая, в общем, причина смертности, практически, ну, в среднем, во всём мире. То есть, естественно, есть страны, где идёт, например, война, да, там понятно. На войне люди от простуды не умирают, как было сказано в Канарме, у Бабеля. Вот. Ну, вообще, сердечно-сосудистые заболевания, первый, в общем, пункт в списке причин смертности, второй, это злокачественные новое образование. Из всех компонентов сигарет больше всего повреждают сердечные сосудистые ткани СО и никотин. Что происходит? Например, повышается вариабельность сердечного ритма, аритмии, аритмии могут привести к остановке сердца, к образованию томбов и много-много чему другому. Кроме того, атеросклероз одна из важнейших причин смертности, я думаю, вы все знаете о том, что такое атеросклероз, и, я думаю, даже у каждого из вас есть знакомый с атеросклерозом, стенокардия, внезапная сердечная смерть. Внезапная сердечная смерть это вообще очень страшная штука, потому что еще хотя бы, ну, если у человека аритмии, то это поддается какому-то лечению, не всегда, но все-таки иногда поддается и с помощью лекарственных препаратов, и с помощью кардиостимуляции, и все-таки там есть хоть какая-то логика, то есть если у человека аритмии, да, он лечится, но он все-таки вынужден быть готовым к тому, что что-то может произойти. А внезапная сердечная смерть это ситуация, которая чаще всего описывается так. 30 лет, хоккеист, шел по улице, упал и умер. Просто остановилось сердце, и даже потом невозможно определить, почему это произошло, то есть остановка сердца была столь кратковременной, что даже изменением сердечной ткани не найдено. Никакого очага ишини, никакого инфаркта, никакого порванного сосуда, никакой оторвавшейся хорды, ничего такого. Просто внезапная сердечная смерть. и, насколько я понимаю, это даже не купируется нитроглицерин классическим, как другие стенокардетические явления, то есть просто молодой человек может упасть и умереть на улице. Это происходит редко, но это происходит. А стенокардия это тоже распространенное, очень распространенное поражение, называется также ишеническая болезнь сердца, точнее это разновидность ишенических болезней сердца, также грудная жаба, наверное все вы об этом так или иначе слышали, это состояние, при котором по той или иной причине кровоснабжение сердца оказывается непропорционально потребностью сердца в этом кровоснабжении. По разным причинам, но факт в том, что к сердцу поступает недостаточно крови, недостаточно кислорода, это вызывает жгучую, сдавливающую боль за грудиной и может привести к самым неприятным последствиям. Еще влияние на сердечно-сосудистую систему, инсульт, транзитная ишемическая атака, гипертензия, одна из важнейших кстати сердечно-сосудистых проблем сегодняшнего сытого человечества, закупорка периферических артерий, закупорка периферических артерий, кстати, может быть звучит не так уж пугающе, как например следующий пункт инфаркт миокарда, но эта закупорка может быть причиной, например, гангрены и особенно в сочетании с сахарным диабетом, при котором тоже происходит поражение мелких периферических сосудов, если у человека сахарный диабет и он при этом еще курит, совершенно не редкость это, например, ампутация пальцев, особенно на ногах, а иногда и выше. я думаю, что это может звучать для кого-то неправдоподобно, но если вы мне доверяете, вы можете поискать информацию об этом и вы узнаете, что таких больных много. Или просто приходите в какое-нибудь эндокринологическое, ну естественно, после эпидемии, приходите в какое-нибудь эндокринологическое отделение больницы и вы увидите там полно людей, у которых на ногах тяжелые язвы, ноги выглядят очень страшно, у некоторых нет пальцев или стоп, например. Следующее, что делает курение, это провоцирует адгезию и агрегацию тромбоцитов, то есть тромбообразование, сужение сосудов, это мы уже говорили, неистоточное кровоснабжение тканей и шимии, атрофия. Второе, это влияние на зубочерестную систему. Конечно, от зубочерестной системы глобально наша жизнь не зависит, так как это происходит с сердечно-сосудистой системой. Но, во-первых, зубы лечить очень дорого, во-вторых, это все-таки внешний вид. И поэтому мы об этом немножко поговорим. Ну, курильщики сигарет рискуют заболеть раком полости рта в 2-5 раз больше, чем не курящие. Сигар в 7-10, любители бездымного табака в 4-6, а те, кто курит трубку, в 11-12 раз. Помните, мы с вами обсуждали концентрацию никотина в крови, и были удивлены, наверное, так же, как и я, тем, что при курении трубки это значение ниже, чем при курении сигарет, насколько я помню, в 3-4 раза. Так вот, рак полости рта, видите, намного более вероятен, чем у курильщиков сигарет. И риски, естественно, возрастают с увеличением количества пачек лет и глубины затяжек. Скажу немножко про пачки года. Значит, величина пачек лет это универсальная величина для характеристики воздействия сигарет на организм человека. Она считается, насколько я понимаю, по количеству пачек, выкуриваемых в день. В стандартной пачке 20 сигарет, то есть, если человек выкуривает, а, да, умноженный на количество лет, когда человек курит. То есть, например, если курильщик выкуривает одну сигарету каждый день в течение 10 лет, то его стаж это 10 пачек лет и соответствующие риски. Если он выкуривает полпачки, но в течение 20 лет, то 1,2 на 20 это снова 10, значит, у него тоже 10 пачек лет и формально у него риски близки к первому нашему пациенту. После отказа от курения риск снижается, но все равно для высших курильщиков он в 2, территории с половиной раза больше, чем для тех, кто не курил никогда. Также играет роль генетическая предрасположенность, но все-таки генетическая предрасположенность это вероятностный фактор, а курение это добровольный выбор. Так что вопрос о том, что я могу курить, точнее, я могу бросить курить в любой момент и все придет в норму, это, как видите, неправда, потому что вероятность отличается в 2-3,5 раза. А теперь поговорим немножко о сигаретах без фильтров. Я уже говорила об этом чуть-чуть раньше, что действительно наши деды и прадеды во время войн особенно курили махорку и делали из этого самокрутки, сигареты без фильтров. И вот эти вот сигареты без фильтров еще опаснее, чем обычные сигареты. По какой причине? Первое, это больше канцерогенных веществ для сигарет ротовой полости. Все-таки фильтр, он а то и фильтр, что он, по идее, должен сдерживать часть этих веществ. Соответственно, большая вероятность развития опухоли в пределах ротовой полости. А второе, это то, что больше риск обжечь слизистую. Повреждения стимулируют пролиферацию, как я уже говорила, накапливаются мутации и вот он, рагу, рак языка. Теперь посмотрим, как это выглядит. Вот он, рак языка. В общем-то, ничего красивого, ничего хорошего. Вот он, рагу. И здесь он небольшой, но он иногда разрастается до таких пределов, что я даже решила не показывать эту картинку, потому что спать потом не будем мы все. И еще один такой немножко маргинальный слайд, потому что все-таки жевательный табак, конечно, сильно менее популярен, чем курительный табак, но все же в жевательном табаке содержится много сахаров, поэтому он вызывает появление кариса чаще других видов табака. У людей, жующих табак, карис возникает в среднем в четыре раза чаще тем у тех, кто вообще не употребляет табак. Соответственно, ну, если есть достаточно денег для того, чтобы менять зубы, то вперед, а если нет, то я думаю, что надо хорошо подумать, прежде чем решить купить себе жевательный табак. Почему я об этом сказала? Потому что не знаю, насколько это правда, но я что-то такое слышала, что жевательный табак сейчас почему-то входит в моду среди молодежи, и что я до конца не разобралась в этой ситуации, но что, в общем, как-то снюс тоже вот с этим совсем связан. Я не берусь судить, но если вдруг вы родитель и вы сейчас смотрите мою лекцию, то разберитесь. или если вдруг у вашего ребенка внезапно начнется кариес, и вы не поймете, что происходит, возможно, вот это происходит. Дальше это лейкоплакия, слизистые оболочки ротовой полости. Лейкоплакия это образование рогового вещества там, где этого не должно быть. То есть, условно, слизистые, они у нас такие мягкие, розовые, влажные, а кожа, она прочная и на ней очень твердый, все-таки верхний слой по сравнению со слизистой. Почему это так? Потому что кожа подвергается внешним воздействиям, а слизистые, например, внутри рта в норме не подвергаются. И лейкоплакия происходит как ответ организма на воздействие опасных веществ. То есть, как бы организм защищает себя от того, чтобы клетки бесконечно повреждались и пролиферировали. Ну и, соответственно, это предрасполагающий фактор к развитию злокачественного образования потом. Ну и видите, сколько всего употребляет вызывает употребление табака. И рак полости рта, и заболевание периодонта, и нарушение заживляемости ран в ротовой полости, и лейкоплакия, и атрофия десен, и кариес, и потемнение зубной эмали. Это вообще очень известно, что у перечеков желтые зубы. Постоянный неприятный запах изо рта и из-за самого дыма, высшенное слюноотделение. Это проявляется и в речи, и, конечно, совершенно неэстетично, когда человек периодически сплевывает. Влияние на репродукцию. Ну, частично мы с вами это уже обсудили, но немножко еще об этом поговорим. Начнем с мужской репродукции. Уменьшение количества, подвижности и жизнеспособности сперматозоидов. Это, между прочим, одна из основных причин, по которой даже молодые пары не могут иметь детей. Это называется как-то азооспермия, когда они недостаточно подвижны или неподвижны, олигоспермия, когда их мало просто по количеству, и все это может быть причиной, по которой людям придется делать ЭКО. Снижение активности акрозина, необходимого для оплодотворения, это вещество, которое способствует проникновению сперматозоидов в ооцид второго порядка, называемый обычной яйцеклеткой, после чего, собственно, ооцид второго порядка вместе со сперматозоидом и становится яйцеклеткой. Вот этот момент как раз не может произойти, если снижена активность акрозина. Дальше гормональные нарушения, ну, тут все понятно. Из-за гормональных нарушений, например, у мужчины может стать более высокий голос, может вырасти грудь или что-то еще произойти. Снижение фертильности, повышение риска неудачного ЭКО и прогрессирование варикоцелия. Варикоцелия это расширение вен яичка, одна из довольно частых, но относительно безопасных и вылечиваемых патологий. Здесь вы видите суммированные как бы факты на этот счет, почему это происходит. Здесь схематично изображено яичко, здесь схематично изображен сперматозоид, и вот курение вызывает оксидативный стресс, оксидативный стресс вызывает апоптосклеток, апоптосклеток также запускается через образование ДНК аддуктов с полиароматикой. Это как бы основные причины, на самом деле их намного больше, и просто я здесь вот на схеме обозначила так, чтобы было все наглядно. Ну и вот видим, что происходит, изменение уровня половых гормонов, дисфункция эпидизимиса, нарушение сперматогенеза, снижение количества подвижности и жизнеспособности сперматозоидов, ультраструктурные нарушения и снижение активности окразии. Женская репродукция. Ну, про влияние на ход мы уже сказали, повторю еще раз. Женщина, которая курит во время беременности, обрекает своего ребенка на страдания. И до беременности, кстати, и после беременности, кстати, тоже. Но во время беременности это вообще, ну, в данной лекции, конечно, как бы я ни старалась, я все равно высказываю свое мнение, потому что все-таки я живой человек и быть абсолютно объективным человеку невозможно и абсолютно как бы нейтральным. Но по поводу женской репродукции просто я позволю себе даже сказать, что женщина, которая курит во время беременности, совершает преступление по отношению к своему будущему ребенку. Помимо этого на женскую репродукцию происходит следующее воздействие. Нарушение образования фолликула, гормональные нарушения. Кстати, из-за гормональных нарушений женщина может очень сильно располнять. То есть вот этот вот фактор, что, например, некоторые девушки специально курят для того, чтобы им меньше хотелось есть, и они были более худыми, к сожалению, это может не сработать. И, во-первых, вы сами наверняка видели среди своих знакомых сколько угодно, например, курящих таких пампушек с одной стороны, а с другой стороны, то есть это то, что показывает нам практика, а теория говорит о том, что гормональные нарушения, конечно, напрямую завязаны с изменением веса. И поэтому, несмотря на тот механизм, который я рассказывала через Милана картиновую систему, какой-то другой гормональный механизм, который также стимулируется курением, может оказаться сильнее, и аппетит в итоге будет сильнее. Или, например, усвоение глюкозы, как я уже говорила, изменяется, измененное усвоение глюкозы, опять же, ожирение, иногда даже на ровном месте. Дальше, нарушение созревания эндометрия, это очень важный фактор в женской репродукции, потому что считается, что вообще-то успех, например, успех того, насколько хорошо будет протекать беременность и имплантация, и вообще все, что связано с этим, примерно на 60% определяется именно эндометрием, то есть той тканью, куда будет внедряться оплодотворенный отцепь второго порядка, и лишь на 40% свойствами своего вот этого, своей вот этой клетки, которая к тому моменту уже называется бластоциста. То есть, понимаете, это ничуть не менее важно, чем то, как образовалась вот эта клетка. Сосудистые патологии матки, опять же, риск выкидыша или каких-то других заболеваний, связанных с этим, дисфункция маточных труб, то есть, например, из-за этого может повыситься риск внематочной беременности. Дисфункция маточных труб заключается в том, что маточные трубы недостаточно сокращаются, перемещая оплодотворенную клетку туда, где она должна оказаться. И эта клетка в итоге оказывается, например, застрявшей внутри маточной трубы. И внематочная беременность, к сожалению, это практически всегда, то есть, может быть, есть какие-то казусные случаи, один-два за историю, когда какой-нибудь плод развился, но я думаю, что это всегда в итоге смерть плода и очень часто тяжелые поражения для матери, поскольку из этой зоны будет тяжелое кровотечение. Дальше, это высокий риск к топической беременности, да, это вот связано напрямую с дисфункцией маточный труб, и снижение активности миометрия, то есть, например, во время родов такой женщине будет тяжелее родить. Ну, здесь вот есть схема, которую вы можете посмотреть потом более подробно, у меня не было силы ее переводить, но я думаю, что те, кто интересуется конкретно этой тематикой, поймут все. А если нет, то напишите мне на почту, я могу пояснить эту картинку. Теперь влияние на желудочно-кишечный тракт. Ну, как мы уже говорили, курение провоцирует избыточную секрецию желез желудочно-кишечного тракта, что в сочетании с угнетением аппетита, уменьшением кровоснабжения органов ЖКТ и рядом других факторов приводит к образованию эрозий, язв, язвы глубже эрозии в этом отличие, гастроэзофагиальные рефлексные болезни, пищевода Боретта и другим повреждениям, которые могут предшествовать злокачественным новообразованиям. Ну, и у курильщиков существенно возрастает риск плоскоклеточного рака пищевода, не будем голословными, у меня даже есть цифры, 77%, аденокарцинома пищевода 47%, рака кардии желудка 47%, и рака остальных отделов желудка 19%. Это цифры, значит, сколько среди тех, у кого плоскоклеточный рак пищевода, сколько среди них курильщиков. Вот, среди людей с плоскоклеточным раком пищевода 77% курильщики. А здесь изображены схематические так называемые весы шеи. Это такая метафора, которая используется для объяснения процессов, происходящих внутри желудочно-кишечного тракта, и метафорически объясняется так. На одной чаши весов факторы агрессии, то есть что-то, что может быть опасным для органов желудочно-кишечного тракта, а на другой чаши весов факторы защиты. Факторы агрессии это, например, свободные радикалы, вазопрессин, эндотелины, рефлюкс, хеликобактер, пилори, то есть наверняка знакомые с этим микрорганизмом, пепсин, кислоты и так далее. И факторы защиты. ИДЖФ, эпидермальный фактор роста, слизь, кровоток, бикарбонаты, простагландины. И, соответственно, что делает никотин? Никотин увеличивает количество факторов агрессии и уменьшает количество факторов защиты. Их на самом деле больше, они самые разные, но вот здесь указаны те, на которые так или иначе действует никотин. Все это в итоге выливается в повреждение органов желудочно-кишечного тракта. Влияние на нервную систему мы с вами уже частично обсудили, но можно сказать еще несколько вещей, а именно что делает никотин? Это снижение когнитивных способностей, ухудшение концентрации и памяти, это депрессия, атрофические изменения в сетчатке и глазных сосудах, психические расстройства, связь до конца не ясна, но она есть, то есть просто прослеживается корреляция. Ишемические поражения, в частности ишемический инсульт. На этой схеме представлена связь между популярным расстройством и курением, я не буду подробно на этом останавливаться, но если вас интересует конкретная тематика, пожалуйста, сделайте скрин, и мы с вами можем вместе потом найти у меня сохранена та статья, откуда я брала этот скрин. Кроме того, уменьшение количества нейронов неокортекса головного мозга, дисфункция клеточных мембран в лобных долях и среднем мозге, что это значит? Это значит, что нарушен сигнал, что он будет проходить медленнее, что он может быть будет проходить искаженным. Ишемия нервной ткани, понятно, недостаточно питания, недостаточно хорошая работа или даже инсульт. Снижение жизнеспособности нейронов, опять же, гибель нервной ткани и даже ухудшение слуха. Теперь посмотрим, ну и конечно, вспомним на всякий случай, что никотин влияет на волю, влияет на мотивацию и влияет на когнитивные способности. Об этом мы уже говорили ранее, но об этом не следует забывать. Теперь влияние на мочеводелительную систему. Курение и почки. Стеноз почечных артерий, то есть сужение их. Хроническая почечная недостаточность, тяжелая патология, от которой очень, к сожалению, часто погибают люди и им требуется очень, в общем, активный уход за ними. Повышение риска развития новообразования почек и мочевого пузыря, к слову, о той истории, которую я вам рассказывала. Протеинурия, потеря белка с мочей, протеинурия способствует развитию других патологий, тянет за собой, например, те же отеки и повреждения почечных клубочков и, например, нарушение осмолярности и осмолярности крови. То есть каждый из этих пунктов на самом деле скрывает за собой целую цепь других событий и еще целую группу других пунктов. Курение усугубляет развитие уже имеющихся почечных патологий. Все эти факты взяты не из головы. Каждый из этих фактов взят из статей и чаще всего я даже брала факты, для которых мне удалось найти подтверждение в двух статьях или в статье, которая основана на анализе, то есть мета-аналитических статьях, которые основаны на анализе нескольких статей или если это ревью, то есть обзор, то есть статья, которая собственно опирается на другие статьи и делает сама вывод на основе их. То есть все эти факты имеют свою цену. Влияние на эндокринную систему. Видите, избыточная секреция. Я даже не буду все это читать, но достаточно для того, чтобы оценить масштаб проблемы. И подавление секреции. Тоже видите. Ну и конечно нельзя не сказать о том, как взаимосвязаны курение и диабет. Диабет сейчас очень распространен. И больные с диабетом, хоть они и получают лечение, которое позволяет им жить дальше, но тем не менее излечиться сейчас практически не могут. Возможно, сейчас есть какие-то особенные методы лечения, может быть, для отдельных видов диабета. Ну, то есть, например, тот же самый гистационный сахарный диабет, он может сам пройти, то есть тот, который после беременности. Но я говорю преимущественно о хронических типах диабета, то есть классический диабет типа А, классический диабет типа, ой, А, простите, первого типа, второго типа, моди, лада, то есть те, которые ну, в общем, я думаю, что я не буду подробно останавливаться на патологическом аспекте, но скажу только то, что как бы ни было хорошо развита современная медицина, на сегодняшний день она не готова представить всем пациентам возможность излечения от диабета. Единственный как бы вариант это просто проводить хорошую поддерживающую терапию, то есть принимать там глюкофаж, метформин, карлотинсулин и вот так вот продолжать жить. Но вылечиться от этого нельзя. И курение во-первых повышает риск возникновения диабета. Во-вторых то, что я уже говорила совместное курение с диабетом может привести к ампутации конечностей из-за сужения сосудов, особенно периферических сосудов. И курение также провоцирует повышение уровня адреналина и норадреналина. Мы с вами это обсуждали в самом-самом начале лекции. Повышается уровень глюкозы в крови. Это естественно отрицательно влияет на здоровье больных диабетом. Они не выдерживают повышение уровня глюкозы в крови с таким успехом, как выдерживаем мы, здоровые люди. Ну вот здесь схематически изображена зависимость между риском диабета и курением, в том числе для бывших курильщиков. И вы видите, что для тех, кто не курил никогда, эта вероятность опять же ниже для тех, кто бросил видите 10 и более лет назад. И чем недавнее бросил человек, извините за это слово, не знаю, как это сказать, в общем, чем меньше срок давности прошедший с тех пор, как человек бросил курить, тем больше риск. А для тех, кто курит сейчас, то есть current smokers, это значение вообще, ну, чуть ли не на треть, мне кажется, да, или даже на две трети больше, чем для тех, кто не курил никогда. Факт номер 7. Он, конечно, не такой страшный, как то, что курение вызывает рак, или то, что курение вызывает врожденное уродство, или то, что курение, например, не знаю, в общем, этот факт звучит не так страшно, но тем не менее он сказывается на реальной жизни курильщиков. Например, курение это действительно дополнительная статья расходов. Если человек не хочет курить, в общем, непонятно что, то даже на сигареты, это самый, как бы, дешевый вариант, ни электронные сигареты, ни всякие вейпы с этим не сравняться, то все-таки минимум он будет платить 100 рублей за пачку. И то, это пачка очень сомнительных сигарет. Так-то, на самом деле, это стоит 200-300 рублей. Дополнительная статья расходов. Понимаете, если в день по пачке сигарет, которая стоит пусть даже 200 рублей, то это уже 6 тысяч в месяц. И, соответственно, в год это у нас будет 72 тысячи в год. Да, я правильно посчитала? 72 тысячи в год. Ну, будь здоров, честно говоря. Во-вторых, это стресс в ситуациях, когда курение запрещено. Например, сейчас курение официально запрещено даже на автобусных остановках. Другое дело, что у нас, конечно, не соблюдается, но вот полет в самолете, там вы никого не обманете. Но запрещено курить и все. И могут быть проблемы, может быть штраф. И если вы, например, летите куда-нибудь в Америку, когда перелет занимает, по-моему, то ли 10, то ли 12 часов, это особенно большая проблема. И вместо того, чтобы расслабиться, читать книгу, смотреть кино, проводить время со своими родными в этом полете, человек будет сидеть и думать, хочу курить. Понимаете, о чем я говорю? Недоброжелательные отношения со стороны окружающих. Все-таки людям вокруг не очень нравится дышать дымом, и мне очень нравится, когда дышат дымом их дети, если вы идете по улице и курите. И, конечно, если вдруг кто-то из ваших близких не курит и как бы против того, чтобы вы курили, естественно, вам будет тяжело, потому что это будет разрушать ваши отношения с близкими людьми. Ну и, конечно, очень сильный стресс для тех, кто бросает курить и их близких, потому что история о том, что «А, я бросил курить за два дня и с тех пор больше не курю никогда», это скорее улучшенная, как бы преувеличенная в своей красоте история, и чаще всего это происходит не так, и это может быть очень мучительно для близких, потому что когда человек бросает курить, у него ломка, чаще всего он становится раздражительный, он становится гиперактивный или он становится наоборот вялый, все зависит от реактивности конкретного организма, ну и в общем близким это, естественно, тяжело пережить. Может быть иногда лучше и не начинать. Миф номер семь. Когда я курю, я сам решаю за себя, это никого не касается. Мы уже с вами выяснили, почему это не так, и сейчас я просто вот подытожу. Вы прекрасно понимаете, что есть такая вещь, как пассивное курение, и находясь в одном помещении с курильщиком, выкурившим пачку сигарет, вы получаете дозу, как если бы вы выкурили семь-восемь сигарет. Это будет здорово. А теперь представьте себе, если вы периодически, например, ходите отдохнуть в ночной клуб. Там, ну, есть клубы, где запрещено курить, сколько я знаю, есть клубы, где разрешено курить. Представляете себе, даже если вы не курите, сколько вы за вечер можете выкурить? Или в какой-нибудь там веселой, уютной компании, которая тоже решает покурить на кухне. Курение в квартире, об этом мы уже говорили. Главный вывод, который вы должны сделать из этого слайда, это то, что курить в квартире нельзя, и в форточку курить нельзя. То есть, ну, в форточку это, конечно, лучше, чем просто, но все равно ничего хорошего в этом нет. И теперь поговорим о самой такой трогательной и грустной для меня части, это пассивное курение детей. Мы уже говорили о том, как пассивно курит плод и что с ним из-за этого происходит. А теперь о детях. У детей курение родителей вызывает рецидивирующие обструктивные заболевания дыхательных путей, астма и гиперреактивность дыхательных путей, аллергические реакции, в два раза чаще они внезапно умирают в младенчестве, хронические болезни среднего уха каждый пятый случай и хокус. Также заболевания, вызванные менингококами, неисерия, менингития, дистриптококус, пневмония, то есть пневмония, менингиты и прочие варианты, рак шейки матки, инфекции нижних дыхательных путей, рак легких, заболевания сердечно-сосудистой системы при пассивном курении проявляются на 80-90% относительно того, что при активном. То есть вероятность умножаем на 80%, вероятность для взрослого курильщика. Ну, в общем, это просто вопрос об ответственности и о том, что вы должны понимать, какому риску вы подвергаете своих близких и что это общая проблема. Это не просто вы решили курить. Вам нужно об этом думать и нужно помнить, например, если скажем, если вы вот сейчас смотрите меня и вы подросток, там, ученик старших классов или младших курсов или, в общем, не важно, и ваши родители курят, вы абсолютно в своем праве, чтобы объяснить им, почему они не должны этого делать при вас. И я надеюсь, что нет такого человека, который скажет, что ему все равно. Ну, вот, миф номер семь. Ваши близкие курят вместе с вами. Хотят они этого или нет? Это правда. Ну, что ж, теперь подытожим. И в итоге у меня для вас на десерт две вещи. Первая, это, конечно, то, что курение в среднем сокращает жизнь на 14 лет. Представляете себе, да, сколько это? И дело даже не только в количестве. У меня есть один приятель, с которым мы обсуждали этот вопрос, и он в качестве главного своего аргумента, когда я ему говорила, какие болезни бывают из-за этого, как сокращается жизнь и все такое, он мне говорил, а почему вот длительность человеческой жизни является таким, ну, такой ценностью? То есть, как он мне говорил, нет ведь никакой ценности в том, чтобы, условно, скучно прожить 80 лет. Намного лучше, говорил он мне, например, там, пить, курить, делать все, что ты хочешь, но там, условно, 50 лет. На что я ему ответила несколько вещей, но в частности, что, во-первых, это, конечно, очень так громко звучит, но когда человек в 50 лет потом все-таки оказывается с болезнью, которая была вызвана курением, вот если вот в этот момент его спросить, ты все еще уверен в этом? Ты все еще уверен, что оно этого стоило? Мне почему-то кажется, что ответ будет другим, и что ни один человек, который вот так вот якобы весело и здорово прожил жизнь до, пусть не очень преклонного возраста, что он вот так вот легко готов расстаться со своей жизнью и сказать, ну, это та плата, которую я заплатила за свое веселье. Мне кажется, что эта плата не всегда стоит того. Это первое, и второе, это то, что вообще-то весело проводить время в жизни можно очень разнообразно. Я, конечно, не могу говорить обо всех, но я могу сказать о себе, что я нашла в своей жизни достаточное количество радостей для того, чтобы мне был абсолютно не нужен алкоголь, абсолютно не нужен никотин, у меня нет никакого ну, как бы особенного как бы так сказать предубеждения перед алкоголем и никотином и, скажем, алкоголь я пробовала, но просто я не вижу в этом никакой необходимости. И, может быть, это конкретное устройство моего организма спасает меня от этого, но в целом просто в мире столько потрясающих вещей, столько невероятных знакомств можно завести, так интересно и многообразно можно провести время в современном мире, особенно тем, кто, вероятно, сейчас меня слушает. Это, скорее всего, жители достаточно крупных городов, если у вас есть интернет, а не каких-нибудь там несчастных стран вроде Эфиопии, где люди еле-еле выживают, и, скорее всего, у вас есть огромное количество вариантов весело провести время и замечательно потратить свою жизнь, а не вступать в какое-то добровольное рабство. Вот. Ну и в конце я хочу сказать, конечно, то, собственно, ради чего и затевалась вся эта лекция. Ну и следующая лекция. Да, она была долгой, и еще более долгой была подготовка к ней, но в целом все, что я сказала, это лишь факты. Это факты из научных статей, это информация, которую вы можете пренебречь, а некоторую из этих информации вы можете принять к сведению, но это совершенно не значит, что вы должны в связи с этим что-то сделать, потому что каждый в итоге решает сам за себя. Но по моему глубочайшему убеждению, самая большая ценность в человеческой жизни, ну, может быть, не самая большая, но одна из самых больших, это свобода, это возможность делать то, что ты хочешь. И эта свобода совершенно не всегда определяется тем, насколько в свободной стране ты живешь, насколько у тебя много денег и свободного времени. Свобода это прежде всего внутренний параметр. И если вы читали книжку «Приглашение на казнь» Владимира Набокова, мою любимую книжку, это книжка о безграничной свободе человека, который сидел в тюрьме, был приговорен на казнь и неизвестно за что, но он имел такую внутреннюю свободу, что в итоге он победил смерть. И боюсь, что ни одному из нас недоступен такой высокий уровень духовного развития, но все мы, без исключения, можем сделать простые вещи для того, чтобы не ограничивать свою свободу, которую и так ограничивают извне. Можем сделать так, чтобы у нас было больше возможностей, больше пространства. Люди, которые начинают курить, это люди, соглашающиеся на добровольное рабство. Я искренне желаю вам найти в жизни много радостей, которые сделают выбор в пользу никотина для вас невозможным, смешным и глупым. Желаю вам счастья, всего доброго. Редактор субтитров Корректор Субтитров